так пойдем протестим несколько петард так возьмем мы значит вот эту вот эту так жук 1 1 а тасс я раздем она эту брать не будем гром 2 он слабенький это тоже тестить не будем салюты возьмем вот эту горелобом даже две возьмем так возьмем еще вот эту типа 5000 это у нас катюша брать не будем это 60 брать не будем как коблицы брать не будем но и все пока так итак друзья я взял эту маленькую тестить мы будем к новому году петарды я люблю новый год отмечать громко весело чтобы было интересно и детям поэтому для меня это один из атрибутов новогоднего праздника ну и чтобы чтобы вам было проще с выбором допустим нет нет петарды это не весь атрибут мой у меня еще фонтаны салюты но их я буду стрелять непосредственно на новый год на это так как их у меня не и не в штучном скажем тогда количестве поэтому мы их и испытаем но тем кто захочет узнать как сильно они стреляют можно будет сделать выводы из этого опыта дело в том что бросить петарду просто на землю и снять как она стреляет нет смысла в этом потому как во всех устройствах аудиозвукозаписывающих существует такая система по моему как оружие автоматическая регулировка уровня звука поэтому какой бы сильным хлопок не был от этой петарды или от этой выглядеть он будет примерно одинаково потому что все что выше определенного степени децибел все урезается то есть оставляется максимум какой-то там громкости остальное громкость а урезается поэтому принципе разницы никакой особенно не будет ну и для того чтобы вы понимали что на звук на видеокамеру определить мощность петарды невозможно мы возьмем вот эту маленькую и возьмем вот эту и сейчас мы их стрельнем вы будете слышать как на камере выглядит хлопок от этой и хлопок от этой берем послабее ну вот так вот и на одну из самых мощных аж прямо ударная вовна так по куртке по телу проходит чувствуется прям и сколько дыма от нее прям целый джин вылез то есть единственный вариант это наблюдать визуально я буду забрасывать петарды в холодильник у меня там старенький холодильник и насколько будет открываться крышка у него а мы будем определять мощность петарды ну чё погнали хочу сказать что на мой взгляд из этих всех наверно самая мощная будет я ее не положили сюда это атас как говорится мау дау дау ну по моему ну либо такая как это я не знаю ну на уровне по 1000 наверно ну что такое маленькая но такая довольно громкая нет просто жук его в принципе я просто покажу как он это самое но с этими сравнимся ну чё поехали начнем самой маленькой потом у нас будут идти я раз демона потом это атас и так далее тестить будем в этом холодильнике сюда мы будем забрасывать и мощного взрыва будем наблюдать по высоте открывающейся крышки сейчас мы это будем делать самый слабый гром 2 ясно немножко дёрнулась но не как скажу ярость демона о есть ярость демона где-то на на метр на метр подбросила крышку будем п-1000 это еще круче где-то метра полтора метра полтора тут у нас уже холодильник начинает разваливаться весь все тут высыпается у него отлично ну и самое на мой взгляд лучшее среди маломощных это атас ой как-то она подвела хлопок был я скажу нормальный а вот количество пороха в ней наверно маловато переходим к испытанию более мощных вот такая штука это лажа большая петарда и такая большая лажа даже крышка она никак дыма много но толку мало ну и самая мощная это вот это горива бум о да 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 это да это горива бум метра наверное на два с половиной это точно разорвало выгнуло здесь но это хорошая петарда что у нас тут вот так вот ну для наглядности мы сейчас возьмем еще одну петарду на тазике мы отобрали на мой взгляд лучше еще две штуки запустим вот этот тазик значит начнем с атаса вот так ну метра четыре наверное полет тазика ну и сейчас сейчас горива бум отлично метров на 10 не знаете как почистить бетономешалку вот вам берете петарду бросаете в бетономешалку увеличивается объем литров на 10 и все лишнее отпадает атас и жук жук я вам не протестировал из-за снега он так ездит по кругу обычно валя у шпи литрова и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...